И пришли вороги из-за моря, и принесли они веру в богов чуждых. Огнем и мечом они начали насаждать нам веру чуждую, осыпать златом и серебром князей русских, подкупать волю их и сбивать с пути истинного. Обещали они им жизнь праздную, богатство и счастье полную, и отпущение грехов любых за деяния их лихие. И распалась тогда Русь на государства разные, отступили рода русские на север к Асгарду великому, и назвали державу свою по именам богов своих покровителей, Тарха – дождь бога великого, и Тары – сестре его светломудрой, Великой Тартарии они ее нарекли, оставив чужеземцев с князьями, купленными в княжестве Киевском и его окрестностях. Молжская Булгария тоже не склонилась перед врагами, и не стала веру их чуждую за свою принимать. Но не стала княжество Киевское миром с Тартарией жить. Стали они огнем и мечом земли русские отвоевывать и веру свою чуждую навязывать. И поднялось тогда бой с Каратное на бой лютый, дабы сохранить веру свою и отвоевать земли свои. И старым лад тогда пошли вратники, дабы вернуть порядок в земли русские. Освежим в памяти, что же историки нам рассказывают про татаро-монгольское иго. В первой половине 13 века Русь была подвергнута нашествию татаро-монгол под предводительством Чингисхана. Татаро-монгольская орда уничтожила отдельные дружины князей Киевской Руси и подвергла ее чудовищному разгрому, после чего отправилась дальше через Польшу и Чехию. В итоге, достигнув берегов Адриатического моря, татаро-монголы внезапно останавливаются и, не завершая свою задачу покорить весь мир, поворачивают обратно. С этого периода и начинается так называемая иго над Русью, которая продолжалась в течение двух с половиной веков. Со школьной скамьи нам вбивали в голову вышеизложенные события, как реально произошедшие исторические факты. А ведь ничего этого не было и быть не могло. Но кто и зачем умышленно исказил историю? Какие реальные события они хотели скрыть и почему? Давайте разбираться. Начнем с того, что до нашего времени дошло крайне мизерное количество реальных документов, относящихся к временам так называемого иго. В то же время существует немало свидетельств целенаправленного массового изъятия книг, рукописей и других артефактов до романовской эпохи по высочайшим указаниям. Начался этот процесс вскоре после провозглашения царем Михаила Романова и набрал обороты в царствовании Алексея Михайловича. 16 февраля 1722 года Петр I издал указ всем епархиям и монастырям выслать в Москву, в Синод, находящиеся у них хроники и хронографы, писанные на пергаменте или бумаге, при этом запрещалось утаивать что-либо. Что было собрано по упомянутому указу Петра I и какова судьба этих изъятых документов, история умалчивает. Однако, в подавляющем большинстве дошедших до нас летописей, составленных в разных дальних уголках Руси, рассказ о нашествии татаро-монгол идентичен и написан почти слово в слово. Этот факт наталкивает на мысль о том, что в разных монастырях по всей России разные монахи-летописцы в одночасье вырвали описание событий, связанных с нашествием, и вставили вместо него присланный им текст. К примеру, по данным выдающегося ученого Льва Гумилева, в лаврентиевской летописи, которую Карамзин считал самой древней и полной, три страницы, где рассказывалось о походе Батыя, были вырезаны и заменены какими-то литературными вставками. Если мы заглянем в историю такого заведения, как Российская Академия Наук, то нам откроется поразительный факт. За 120 лет ее существования на историческом отделении Академии служило 33 академика-историка, из которых только трое были русскими, в том числе Михаила Васильевич Ломоносов, остальные немцы. Получается, историю Древней Руси писали немцы, причем многие из них не знали не только укладов жизни и традиций, они даже не знали русского языка. К слову, об иностранцах ни татаро-монголы, ни их прославленный полководец Чингисхан не были известны своим современникам в Европе. Например, Данте в «Божественной комедии», а ее называют энциклопедией средневековья, ни о Чингисхане, ни об Аты не сообщает ни слова, а ведь в поэме описываются сотни, если не тысячи исторических персонажей. Данте родился через каких-нибудь сорок лет после монгольских походов, и совершенно невероятно, чтобы эти грандиозные события, опрокинувшие миропорядок, прошли мимо его внимания. Можно вспомнить и Франсуа Рабле, в Великой книге которого, Гаргантюа и Пантагрюэль, неукротимые степняки не удостоились даже беглого упоминания. А Никола Макеавелли не вспоминает Чингисхана даже тогда, когда специально перечисляет самых выдающихся полководцев Азии. Ну и сам термин «Татаро-монгольская ига» впервые был упомянут только в 1817 году неким христианам Крузе в труде «Атлас и таблицы» для обозрения истории всех европейских земель и государств от первого их народа населения до наших времен. Несмотря на несколько веков ига, в русском языке не отпечаталось ни одного монгольского слова. Более того, нет ни одного сохранившегося текста на монгольском или татарском языках, даже грамоты и ярлыков. Но зато есть множество документов этого времени на русском языке. Более того, в самой Монголии полностью отсутствует фольклор о героическом прошлом, ровно как и нет упоминаний о великом завоевателе Чингисхане. Да и само государство Монголия появилось только в 30-х годах 20-го века, когда к кочевникам, проживающим в пустыне Гоби, приехали большевики и сообщили им, что они потомки великих монголов. И их прапрадед создал в свое время Великую Империю, чему они очень удивились и обрадовались. Кстати, слово «могол» имеет греческое происхождение и означает «великий». Этим словом греки называли наших предков славян, и никакого отношения к названию какого-либо народа оно не имеет. В сохранившихся исторических документах Чингисхан описан как воин высокого роста, с синими глазами, очень белой кожей, мощной рыжеватой шевелюрой и густой бородой, что явно не соответствует приметам представителя монголоидной расы, но полностью подходит под описание славянской внешности. Обратите внимание на рисунок гробницы Генриха II Набожного, который был убит на Лигницком поле. Надпись гласит «Фигура татарина под ногами Генриха II, герцога Силезии, Кракова и Польши, помещенная на могиле Бресла у этого князя, убитого в битве с татарами при Лигнице 9 апреля 1241 года. Как мы видим, у этого татарина совершенно русская внешность, одежда и оружие. На следующем изображении ханский дворец столицы монгольской империи – хан Балыки. Что здесь монгольского вновь, как в случае с гробницей Генриха II? Перед нами люди явно славянского облика, русские кафтаны, стрелецкие колпаки, те же окладистые бороды, те же характерные лезвия сабель под названием Елмань. Крыша слева – практически точная копия крыш старорусских теремов. И подобное можно встретить сплошь и рядом на изображениях икон и гравюр, относящихся к борьбе с татаро-монгольским Игом. Противоборствующие воины изображены одинаково. А вы знали, что 70-80% армии татаро-монгол составляли русские, остальные 20-30% приходились на другие малые народы. Этот факт наглядно подтверждает фрагмент иконы Сергия Радонежского «Куликовская битва». На нем четко видно, что с обеих сторон воюют одинаковые воины, и это сражение больше похоже на гражданскую войну, чем на войну с иностранным завоевателем. К удивлению, современные историки признают, что личная стража Ханнабатыя состояла исключительно из русских воинов. Очень странное обстоятельство для халуев-вассалов, великих монгольских завоевателей, тем более для только что покоренного народа. По последним данным, полученным в результате генетических исследований, оказалось, что татары и русские имеют очень близкую генетику. Тогда как отличия генетики русских и татар от генетики монголов колоссальны. Это как бы два разных мира. У русских, украинцев и белорусов вместе взятых примесь монгольской крови составляет менее чем три тысячных процента. Очевидно, что Русь захватила на 250 лет многотысячная орда оскопленных монахов, к тому же еще и давших обет безбрачия. Ну и чисто математические расчеты говорят нам о том, что для быстрого передвижения армии в 500 тысяч человек нужны запасные лошади, на которых пересаживаются всадники хотя бы один раз в сутки. У каждого простого всадника таких лошадей должно быть от двух до трех. Кроме этого, многие тысячи обозных лошадей с пропитанием для людей и оружием, бивачным снаряжением и так далее. Для такого количества животных не хватит никакой травы в степях на сотни километров в радиусе. А коней еще нужно где-то поить, причем каждый день. Для прокорма воинов нужны многие тысячи овец, которые двигаются значительно медленнее лошадей, но выедают траву до земли. Все это скопление животных рано или поздно начнет вымирать от голода. Нашествие в таких масштабах конных войск из районов Монголии и на Русь просто невозможно. А теперь давайте окунемся в славянскую культуру и язык. Согласно верованиям славян того времени, их небесными покровителями были бог Тарх, его еще называли Дождь-бог, дающий бог, и его сестра богиня Тара. Поэтому еще совсем недавно наши предки говорили чужестранцам «Мы дети Тарха и Тары». А жители других стран называли наших предков Тархтарами, а в дальнейшем из-за сложности в произношении Тартарами. Отсюда и произошло название страны Тартария. Да-да, именно Тартарии называлась великая страна славян, раскинувшаяся в те времена на территории Евразийского материка. Это можно легко проследить по древним картам, к примеру, карте 1594 года в атласе Герхарда Меркатора, карте Артелиуса и другим картам, которые были изданы до 1772 года и в дальнейшем не исправлялись. В первом издании британской энциклопедии 1771 года о Руси написано следующее. Тартария – громадная страна в северной части Азии, граничащая с Сибирью на севере и западе, которая называется Великая Тартария. Те тартары, живущие южнее Московии и Сибири, называются Астраханскими, Черкасскими и Дагестанскими. Живущие на северо-западе от Каспийского моря называются Калмыкскими тартарами и которые занимают территорию между Сибирью и Каспийским морем. Узбекскими тартарами и монголами, которые обитают в севернее Персии Индии и, наконец, тибетскими, живущими на северо-западе от Китая. Углубившись еще больше в изучение дошедших до нас крупинок реальных исторических документов, мы с удивлением можем узнать, что раньше на Руси за управление государством отвечали два человека – князь и хан. Князь отвечал за управление государством в мирное время. Хан, или военный князь, брал бразды управления на себя во время войны. В мирное время на его плечах лежала ответственность за формирование орды, армии, и поддержание ее в боевой готовности. Чингисхан – это не имя, а титул военного князя, который в современном мире близок должности главнокомандующего армией. Проанализировав исторические факты, становится очевидно, что татаро-монгольское иго было придумано для того, чтобы скрыть последствия открещения Киевской Руси. Ведь эта религия навязывалась далеко не мирным способом. Именно те силы, которые стояли за навязыванием этой религии, в дальнейшем и сфабриковали историю, подтасовывая исторические факты под себя и свои цели. До крещения жители Тартарии были образованными, практически все умели читать, писать, считать. Вспомним из школьной программы по истории хотя бы те же берестяные грамоты, письма, которые писали друг другу крестьяне на бересте из одной деревни в другую. В процессе крещения за двенадцать лет насильственной христианизации было уничтожено почти все взрослое население Киевской Руси. Потому что навязать такое учение можно было только неразумным детям, которые в силу своей молодости еще не могли понимать, что такая религия обращала их в рабов и в физическом, и в духовном смысле этого слова. Всех же, кто отказывался принимать новую веру, убивали. Это подтверждают дошедшие до нас факты. Если до крещения на территории Киевской Руси было триста городов и проживало двенадцать миллионов жителей, то после крещения осталось только тридцать городов и три миллиона населения. Двести семьдесят городов были разрушены. Девять миллионов людей было убито. Ответные действия Тартарии не могли быть мгновенными в силу того, что ее армия была занята конфликтами на своих дальневосточных границах. Но эти ответные действия империи были осуществлены и вошли в современную историю в искаженном виде, под названием монголо-татарского нашествия орды хана Батыя на Киевскую Русь. По факту же это было не нашествие, а возвращение взбунтовавшихся провинций под крыло метрополии, восстановление целостности государства. В современных учебниках есть этому прямое подтверждение. Монголо-татарская ига, система политической и доннической зависимости русских княжеств от монголо-татарских ханов, до начала шестидесятых годов XIII века монгольских ханов, после ханов Золотой Орды в XIII-XV веках. Установление ига стало возможным в результате монгольского нашествия на Русь в 1237-1241 годах и происходило в течение двух десятилетий после него, в том числе и в неразоренных землях в северо-восточной Руси длилось до 1480 года. Невская битва 15 июля 1240 года, сражение на реке Неве между новгородским ополчением под командованием князя Александра Ярославича и шведским войском. После победы новгородцев Александр Ярославич за умелое управление походом и храбрость в бою получил почетное прозвище «Невский». Вам не кажется странным, что битва со шведами происходит прямо посреди нашествия татаро-монгол на Русь. Полыхающая в пожарах и разграбленная страна подвергается нападению шведского войска, которое благополучно тонет в водах Невы, и при этом шведские крестоносцы не сталкиваются с монголами ни разу, а победившие сильное шведское войско русичи проигрывают татаро-монголам. Две огромные армии в одно и то же время воюют на одной и той же территории и ни разу не пересекаются. Но вот если обратиться к древнеславянскому летописанию, то все становится понятно. С 1237 года орда Тартарии начала отвоевывать свои исконные земли обратно, и когда война подходила к концу, теряющие власть представители церкви запросили помощи, и в бой были пущены шведские крестоносцы. А раз не получилось взять страну подкупом, значит они возьмут ее силой. В 1240 году армия Тартарии столкнулась в битве с пришедшей на выручку своим приспешникам армией крестоносцев. Победив в битве на Неве, Александр получил титул Невского князя и остался на княжнее Новгородом. А славянская армия пошла дальше, чтобы выгнать супостата с земель русских окончательно. Так она игнала церковь и чуждую веру, до тех пор, пока не дошла до Адриатического моря, тем самым восстановив свои исконные древние границы. Отойдя до них, армия развернулась и снова ушла на север, установив трехсотлетний период мира. Но если бы Русь была завоевана в тринадцатом веке, как утверждают современные историки, то должны были бы остаться сведения о столкновениях между завоевателями и казаками, жившими как на западных границах Руси, так и в низовьях Дона и Волги. То есть как раз там, где должны были пройти завоеватели. Конечно, в школьных курсах русской истории нас усиленно убеждают, что казачьи войска возникли будто бы лишь в семнадцатом веке, якобы вследствие того, что холопы бежали от власти помещиков на Дон. Однако доподлинно известно из исторических документов, что Донское казачье государство существовало еще в шестнадцатом веке. Таким образом и наземная Орда неминуемо должна была бы вступить в конфликт с казачьими областями. Однако этого не было. Орда потому и не воевала с казаками, что казаки были составной частью Орды, Рати. Казачьи войска не только составляли часть Орды, они являлись регулярными войсками Тартарии. По сути, Орда представляла собой вовсе не полчища татаро-монгол, захвативших Русь, а восточнославянское регулярное войско, входившее неотъемлемой составной частью в древнерусское государство. К слову сказать, славянское войско не первый раз защищает свои земли и изгоняет иноверцев со своих территорий. Армия Александра Македонского, состоящая из множества профессиональных воинов, была разбита небольшой армией неких кочевников в горах к северу от Индии . И почему-то никого не удивляет тот факт, что многочисленная подготовленная армия, которая прошла полмира и перекроила мировую карту, была так легко сломлена армией простых и необразованных кочевников. Но все становится понятно, если посмотреть на карты того времени и просто даже подумать, кем могли быть кочевники, пришедшие с севера от Индии. Это как раз таки наши территории, которые исконно принадлежали славянам. Армия Македонского была потеснена армией славян, которые защищали свои территории. Именно в тот раз славяне впервые прошли до Адриатического моря и оставили огромный след на территориях Европы. Таким образом, нам оказывается не впервой завоевывать полземного шара. Значит, не было двухсот с лишним лет гнета, а было время мира и процветания Тартарии. Славянская империя просуществовала с 14 века до начала 17 века. Ее история закончилась известной великой смутой. В результате гражданской войны тартарские цари, последним из которых был Борис Годунов, были физически истреблены. А прежнее русское войско Орда фактически потерпело поражение в борьбе с западными государствами. В результате к власти на Руси пришла принципиально новая прозападная династия Романовых, она же захватила власть и в русской церкви. Так как же вышло так, что и сейчас мы не знаем своей истории, все очень просто. Трепетавшие от страха и ужаса европейцы так и не перестали бояться русичей даже тогда, когда их планы увенчались успехом и они поработили славянские народности. Они все еще боялись, что однажды Русь воспрянет и снова воссияет былой силой. Так было всегда, Победитель, пишет историю, и становится очевидным, что для того, чтобы скрыть всю жестокость, с которой была крещена Русь, и с целью пресечь все возможные вопросы, и было впоследствии придумано татаро-монгольское иго. Детей воспитали в традициях греческой религии и переписали историю, предав забвению некогда великую славянскую империю Тартарию.